Популяция на грани полного исчезновения. Наш следующий сюжет об одной из проблем Каспия – это критическое снижение численности осетровых. По некоторым данным, почти в сто раз. Для того, чтобы повлиять на ситуацию в рамках искусственного воспроизводства, ежегодно в море выпускается молоть краснокнижной рыбы. Этот год стал рекордным в свободном плавании. Окажется, более миллиона экземпляров русского осетра. Это самый крупный выпуск со времен распада Советского Союза. На Мехтепском рыбоводном заводе, где и была выращена рыба, побывала наш корреспондент Хадижат Мазгарова. В этих бассейнах более 200 тысяч экземпляров молодья осетровых. Три месяца их выращивали для того, чтобы выпустить в Каспий. Перед погрузкой рыбу взвешивают, чтобы убедиться, она уже достигла необходимых размеров и сможет выжить в естественной среде. Рыба достигла нормативной навески, которая чуть-чуть переносла, поэтому мы можем спокойно выпускать ее в естественном периоде. После рыбу погружают в специальные автомобили, на которых ее транспортируют к месту выпуска. Это Сулакская бухта. Здесь рыба и начнет свой самостоятельный путь, полный опасностей в виде чаек, других водных хищников и буйства моря. По словам специалистов, это идеальный орел для обитания молодой рыбы. Ведь бухта ограждена от моря песчаным валом. Вода здесь опресненная, и здесь рыба сможет адаптироваться к более агрессивной морской воде. Такого количества молодей в Каспии не выпускали со времен распада Советского Союза. В скором времени выпустят еще 800 тысяч особей. Миллиона молодей русского сетра, ну, в среднем веске, от 3 до 4 или от 5 до 7 граммов. Для пополнения все-таки водных наших рыбных, водных биоресурсов, все-таки это сыграет большую роль. Уникальность этого выпуска еще и в том, что впервые молодь выращена на новом дагестанском заводе. Мехтепский рыбоводный завод – это крупнейший на Северном Кавказе репродукционный комплекс площадью 2000 квадратных метров. Ежегодно здесь будут выращивать 2 миллиона экземпляров молоде краснокнижной рыбы. В бассейнах системой замкнутого водоснабжения содержится маточное стадо рыбы. Ее оплодотворенная икра и будет выращиваться до состояния моряков и выпускаться в море. Вот здесь мы выращиваем ремонтно-маточный стадо. Вот здесь белуги, там русского осетра. Перспективы они у нас должны уже в следующие годы давать икру. И будем оплодотворять, получать свою личинку здесь, на этом заводе, свою. Искусственное воспроизводство на сегодняшний день – единственный способ восстановить популяцию осетровых. Варварский вылов в конце 90-х, перекрытые гидросооружениями, естественные миграционные пути привели к критической ситуации, констатируют специалисты. Им удалось обратить внимание государства к этой проблеме, как результат строительства этого репродукционного комплекса осетроводства. Хадижат Мазгарова, Жуслан Салихов. Время новостей.